К другим новостям. Депутаты регионального собрания сегодня внесли поправки в окружной бюджет на три ближайших года. В 2019-м доходы увеличатся почти на 350 миллионов рублей, расходы на 1 миллиард. Вопрос о корректировке казны был рассмотрен на очередной сессии местного парламента. Всего же на повестке дня более 20 вопросов. О самых важных в следующем материале. За личный вклад и многолетний добросовестный труд. Первая в этом году сессия депутатов начинается с чевствования заслуженных жителей округа. После торжественной ноты к вопросам по повестке дня. Среди наиболее важных – внесение поправок в закон об окружном бюджете, который был утверждён народными избранниками на предыдущем заседании. Как пояснила Татьяна Лагвиненко, необходимость изменения обусловлена включением ассигнований с федерального бюджета и расходами на субсидии и выполнение национальных проектов. Общая сумма финансирования последних обозначена в 1 млрд 535 млн. рублей. Параметры окружного бюджета увеличиваются в 2019 году по доходам на 334,2 млн. рублей и составят 18 млрд 194 млн. рублей. По расходам увеличиваются на 1 млрд 155 млн. рублей и составят 20 млрд 699 млн. рублей. Параметры плановых периодов также изменяются. Доходы в 2020 году увеличиваются на 188 млн. и составят 17,3 млрд. рублей. В 2021 году увеличивается на 120 млн. и составят 15,5 млрд. рублей. По расходам в 2020 году увеличиваются на 210 млн. рублей и составят 18,9 млрд. рублей. И в 2021 году на 144 миллиона рублей составят 17,7 миллиарда рублей. Дефицит окружного бюджета в этом году увеличился до 2,5 миллиардов рублей. Поправки прокомментировали депутаты. Наталья Кордакова пояснила, что практически по всем профильным департаментам увеличена расходная часть бюджета сельских поселений. Две пожарных машины предусмотрены в ОМУ и в Каратайку. Причем в Каратайке давным-давно уже люди просили и глава муниципального образования не раз говорили об этом. В соответствии с нацпроектами у нас будет ремонт 8 сельских ДК. 250 миллионов заложено на департамент здравоохранения, соцзащиты. Будет производиться ремонты, в том числе зданий амбулатории в Каратайке и больницы в Оксино. Еще один важный проект касаемый сельчан. Депутатами принят закон о возвращении полномочий в Заполярный район по участию в сборе и транспортировке твердых бытовых отходов. И с 2015 года у нас на территориях сельских поселений ни необходимой инфраструктуры, ни работы по обращению с отходами производства и потребления налажена, работа такая не была. Сегодня мы говорим о том, что органы местного управления Заполярного района по 89-му федеральному закону, они обязаны будут создать на территории сельских поселений места первоначального сбора отходов. Это, так скажем, так называемые контейнерные площадки. Ну и с 2021 года дальнейшее это транспортирование, утилизация, либо размещение. И в дальнейшем транспортировка уже на другие полигоны. Этим будет заниматься региональный оператор. О необходимости тесного взаимодействия депутатского корпуса с людьми на местах говорил сегодня и председатель собрания депутатов. Александр Лутовинов поставил задачу перед коллегами – уделять особое внимание обращениям граждан и проведению личных встреч, в том числе и за пределами города и посёлка Искателей. Надо максимально объять все муниципальные образования, для того, чтобы мы могли встречаться с жителями отдалённых муниципальных образований, потому что жители в самом деле по-настоящему ждут от их встреч, практика это показывает. Я полагаю, что когда мы подпитываемся живым общением, мы анализируем те проблемы, которые волнуют людей на местах, это позволяет нам правильно выстраивать, ещё раз говорю, приоритеты в нашей последующей деятельности, в нашей последующей работе. Также на сессии рассмотрены обращения окружных депутатов в правительство Российской Федерации. Комментирую, один из проектов Матрич Упров подчеркнул, что важно поддержать местных предпринимателей, которые работают в сложных условиях Заполярья. Стаж их работы индивидуальными предпринимателями учитывался при расчёте надбавок климатических, которые они смогут получать в случае, если это наше обращение будет поддержано, когда будут работать по трудовым договорам. На сегодняшний день это страшно учитывается, и люди, которые устраиваются по трудовым договорам, они начинают заново зарабатывать климатические надбавки. Что касается законопроектов по линии Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, они будут доработаны на заседаниях профильных комиссий Собрания депутатов.